Мужчина приехал к матери в Соколовку, чтобы помочь по хозяйству. При этом употреблял спиртные напитки. Конфликт начался, когда речь зашла о наследстве. Этот дом, где он вырос, мать якобы хотела оставить посторонним людям. Ранее неоднократно мать говорила ему, что намерена дом отдать либо церкви, либо своей знакомой, которая за ней осуществляет уход. Он был против этого, поскольку в этом доме вырос. Мужчина начал сбивать мать. Наносил ей удары по голове и телу. Я когда начал искать документы на доме и нашел, кто-то у меня с точки гнева. Я говорю, мать, сколько раз тебе было говорить, что надо этот сережный документ. Я ее отсюда ударил вот так вот. Как позднее установило следствие, он нанес ей более 30 ударов руками и ногами. От этого женщина скончалась на месте. Я был в шоке вообще. Я говорю, когда мозги стали работать, что я натворил. Мужчина – бывший сотрудник правоохранительных органов. Он прекрасно понимал, что ему за содеянное грозит срок. Поэтому, когда шок прошел, решил скрыть следы преступления. Позвонил в скорую, позвонил в полицию, делал сообщение о том, что якобы он, придя в дом, обнаружил тело матери. И прибывшим и сотрудникам полиции, и сотрудникам скорой медицинской помощи, он всем сообщал эту версию о том, что он как бы не причастен, пришел в дом, она уже была, лежала там. Тем не менее, в ходе расследования его причастность к преступлению была доказана. Указанными законами и действиями рязанцам совершено преступление, предусмотренное частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующими признаками, которыми является в отношении лица заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Окончательное наказание для мужчины определит суд.